Сейчас борщевик сосновского можно встретить даже в пределах города Казани. С ним активно борются, однако пока безуспешно. Мало кто знает, но борщевик сосновского в середине прошлого столетия культивировали и использовали как корм для скота. Позже выяснилось, что он легко дичает и проникает в экосистемы, которые полностью разрушают. При попадании сока растения на кожу, светочувствительные вещества под воздействием ультрафиолета, или, проще говоря, солнечных лучей, переходят в активную форму и вызывают сильные ожоги. Как и случилось с юным жителем Нижнекамска в прошлом году, который решил поиграть с вредным растением. Ребенок пришел, показывает щеку и руку, обжег об цветок, вот об этот цветок. Он хотел его понюхать, и вот результат. Несмотря на то, что борьбу с этим гигантом ведут постоянно, разрастается он катастрофически быстро. А на февраль этого года площадь, занятая растением, составила почти 800 футбольных полей. Семена считаются его основной особенностью, почему мы не можем с ним бороться. Потому что они содержат эфирные масла. Если семя падает на землю, даже зимой, во время вот сейчас такого периода, идет такое распространение эфирных маслов. То есть эта оболочка сгнивает, и он практически себе освобождает вокруг территории, и никто не произрастает, кроме него. Как говорится, на войне все средства хороши. В начале этого года Госсовет Республики обратился за помощью к российскому правительству. Это как по Юрию Бондареву. Злого заходят в виде гостей и становятся хозяином. Сейчас уже борщевик у нас становится хозяином во многих местах. Могу сказать, что на уровне руководства Республики вопросы плана борьбы с борщевиком и сколько там потребуется денег, конечно, не обсуждаются в еженедневном режиме. Есть профильные министерства, ведомства, которые этим занимаются. В Татарстане за последние два года от борщевика пострадали около 500 человек. Чтобы полностью искоренить сорняк, необходимо в течение нескольких лет вести борьбу с ним и разработать государственную программу. Артем Логвинов, Дмитрий Рыженко, телеканал Эфир. Артем Логвинов, Дмитрий Рыженко, телеганал Эфир.